На заседании комиссии по экономической политике и бюджету парламентарии рассмотрели ряд законопроектов, которые планируется принять сразу в двух чтениях на ближайшей сессии. Это седьмые поправки в окружной бюджет в этом году. На 66% выполнена убойная кампания в регионе. По состоянию на сегодняшний день оленеводческие хозяйства фактически произвели 820 тонн мяса оленя. О доступности здравоохранения в Ненецком округе сегодня шла речь на форуме, организованном Общественной палатой НАО. Вместе с представителями окружного профильного департамента и учреждений здравоохранения активисты обсуждали проблемы в сфере оказываемых медицинских услуг и искали пути их решения. Лучший кондуктор автобуса. Конкурс профессионального мастерства по таким названиям стартовал в столице Заполярья. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте. На заседании Комиссии по экономической политике и бюджету парламентарии рассмотрели ряд законопроектов, которые планируется принять сразу в двух чтениях на ближайшие сессии. Заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко представила изменения в бюджет на 2018 год и на плановый период. Это седьмые поправки в окружной бюджет в этом году. Предлагается увеличить параметры окружного бюджета на текущий год по доходам на сумму 2,9 миллиардов рублей, расходам на сумму 135,8 миллионов рублей. Таким образом, в этом году бюджет будет исполнен с профицитом 646 миллионов рублей. Основную долю дополнительных доходов составили неналоговые доходы в размере 2 миллиардов 170 миллионов рублей в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении СРП по проекту «Харьягинское месторождение» в связи с повышением цены на нефть марки «Юрлс» и увеличением курса доллара США по отношению к рублю по сравнению со сценарными условиями Минэкономразвития. Также на заседании депутаты рассмотрели поправки к проекту окружного бюджета на ближайшие три года. В частности, запланированы средства на строительство пристройки главному корпусу Ненецкой окружной больницы, а также на разработку проектной документации на строительство инфекционного отделения. Поправки в уставу округа, а также в отдельные окружные законы связаны с планируемыми изменениями в структуре органов власти Ненецкого округа с января 2019 года. Еще один законопроект касается изменений в окружной закон о здравоохранении. Как пояснил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа Сергей Сверидов, разработаны они как дополнительный механизм в целях привлечения медицинских специалистов в округ. Очередная сессия состоится 18 декабря в 10.00 в актовом зале администрации. На 66% выполнена убойная кампания в регионе. По состоянию на сегодняшний день оленеводческие хозяйства фактически произвели 820 тонн мяса оленя. При этом в СПК Путилича и Красный Октябрь убойную кампанию уже завершили, в остальных работы идут в плановом режиме. Об этом сегодня шла речь на заседании рабочей группы с участием представителей окружного профильного департамента, окружной полиции и мясокомбината. Как сообщил представитель акционерного общества, на сегодняшний день на предприятии завезено около 97 тонн мяса. Часть оленина завезено из Красного и Шапкина. Последние недели декабря мы оставляем на вертолет, будем везти вертолетом. Если погода нам позволит, это будет Коткино и Нижняя Пеша. Нижняя Пеша. Коткино бой начала. Забито порядка 17 тонн. Нижняя Пеша планируется начало на пятницу. На 14 числа. Но пока туда специалисты не могут вылететь, сегодня погода нелетная, поэтому там все зависит от погоды. В период убойной кампании окружные правоохранители проводят спецмероприятия по пресечению незаконного отстрела оленей. Ежедневно сотрудники полиции патрулируют участки, по которым перегоняют стада оленей, а также дороги в сторону Красного и Усинска. Такое профилактическое спецмероприятие проводится ежегодно по просьбам представителей оленеводческих хозяйств. Проверено более пяти тысячи единиц недоходной техники. Также проводится работа по убойной кампании, которая проходит в населенном пункте НЕСЬ. Сюда откомагировано два сотрудника. Будут находиться до окончания убойной кампании. Также организованы взаимодействия с Архангельской областью. Это муниципальная отдела МВД Мезинский. При переходе границы также будет обеспечена безопасность оленеводческих бригад. По словам сотрудника окружной полиции, фактов незаконного отстрела оленей на сегодняшний день не выявлено. Жители Ненецкого округа могут оформить заявление на регистрацию снегохода в кратчайшие сроки. Такая возможность появилась на региональном портале государственных услуг. К виду самоходных транспортных средств помимо снегоходов относятся также тракторы и вездеходы. Для помощи гражданам при онлайн-оформлении услуги в Комитете гостехнадзора НАУ предусмотрено специальное рабочее место, где можно подать через портал государственных услуг ряд заявлений в электронном виде, а именно на регистрацию самоходных машин, на выдачу или замену удостоверений тракториста-машиниста на проведение технического осмотра самоходных машин. При оплате государственной пошлины через портал госуслуг заявителям предоставляется скидка 30%. Кроме того, сотрудники Комитета окажут необходимую помощь для правильной подачи обращений. Данные заявления подаются посредством регионального портала услуги.admdefisnau.ru, причем подать заявление можно, не выходя из дома. По состоянию на 10 декабря текущего года в НАУ проведено 709 регистраций самоходных машин и более 1100 техосмотров транспортных средств данного вида, заменено или выдано 375 удостоверений тракториста-машиниста. Региональный комитет гостехнадзора расположен по адресу город Наринмар, улица Песчаная, дом 11-Б. График оказания госуслуг – вторник, пятница с 9.00 до 17 часов, перерыв с 12.30 до 13.30. Подробную информацию можно получить по телефону 2-13-62. О доступности здравоохранения в Ненецком округе сегодня шла речь на форуме, организованном Общественной палатой НАУ. Вместе с представителями окружного профильного департамента и учреждений здравоохранения активисты обсуждали проблемы в сфере оказываемых медицинских услуг и искали пути их решения. В прошлом месяце общественники провели рейд по медицинским учреждениям и выявили ряд проблемных вопросов, которые сегодня предстоит обсудить с представителем окружного профильного департамента и заведующими поликлиник, расположенных на территории города и поселка Искателей. Мы пообщались с людьми, мы пообщались с сотрудниками регистратуры, мы попытались списаться на прием к врачу через те сервисы, которые у нас действуют в Ненецком округе. К сожалению, в момент обращения мы так и не смогли попасть к узкому специалисту. Следовательно, мы делаем вывод о недоступности медицинской помощи в Ненецком округе. Одна из основных проблем окружной медицины – дефицит в регионе узкопрофильных специалистов. Поэтому первый вопрос повестки сегодняшнего форума посвящен укомплектованности лечебных учреждений округа медицинскими кадрами. По информации окружного профильного департамента, в округе на сегодняшний день работают 177 врачей и 504 единицы среднего медперсонала. По количеству врачей на 10 тысяч населения этот показатель превышает общероссийский, но проблема дефицита кадров по-прежнему актуальна. Могу вам назвать пример по узким специалистам. Я лично искал сюда врача ЛОР. Нам нужен оперирующий ЛОР в округах. Нужен суддолог. Врачи узких специальностей, в принципе, на те объемы наказания медицинской помощи, прямо было сказано, может быть, это и грубо, ехать не хотят, мотивируя тем, что они потеряют квалификацию. Их больше интересуют крупные субъекты, где есть определенный поток пациентов, определенные патологии, где они сохраняют свою квалификацию. Это да, это пящее время, да, к сожалению. Поэтому мы увеличиваем меры социальной поддержки, чтобы завлечь у нас специалистов финансово. Из-за отсутствия узкопрофильных специалистов в округе пациенты вынуждены выезжать на обследование за пределы региона. Общественники выступили с инициативой вернуть гарантийные письма, по которым пациенты смогут приобретать билеты без собственных вложений. Купить билеты в одну и в другую сторону, оплатить проживание, это достаточно затратно для бюджета семье. И вот они выступают с таким предложением, чтобы все-таки авиаперевозчику направляли гарантийное письмо об оплате, и люди таким образом смогли бы сэкономить свои собственные средства и выехать на лечение. Там, конечно, было еще предложение по гарантийке оплачивать и проживание, но я думаю, что нам хотя бы нужно пока отработать вопрос по выезду, по гарантийным письмам. Еще одна проблема окружного здравоохранения – нехватка талонов. Люди неделями ожидают записи на прием к врачу. По словам Елизаветы Нечаевой, во взрослой поликлинике не хватает помещений. Она изначально строилась по проекту сельской поликлиники и была рассчитана на 150 посещений в смену, но фактически их число достигает 350. На самое напряженное – это октябрь, ноябрь, январь, к концу, февраль, март и апрель. Там у нас идет по тысячу. Значит, недостаточно кабинета, и у нас не хватает кабинета, чтобы мы разместить могли даже тех врачей, где у нас есть дополнительные ставки, и они могли бы совмещать и работать больше времени. Но это не все. Это такие, как хирург, травматолог и невролог. Вот. Невролога ставка введена, но потребность населения, ну, она очень большая. Нехватка талонов, по словам Елизаветы Нечаевой, вызвана еще и тем, что пациенты записываются к врачам, минуя терапевта, который бы назначил необходимые анализы и обследования и уже с готовыми результатами направил к узким специалистам. Пациенты к врачам-специалистам должны, по идее, быть направлены к врачам первичного звена. То есть они обследованы, они подготовлены, и они идут к специалисту и получают консультацию, рекомендацию, и дальше ведутся. Или у себя специалисты оставляют, или рекомендуют, как наблюдать дальше. Ну, это такие специалисты, как эндокринолог, невролог, онколог. Ну, кардиолог у нас, и так через терапевта, и климатологу. Ну, к этим специалистам у нас идет прямая запись. По мнению общественников, решать проблему с доступностью здравоохранения в округе необходимо комплексно, в том числе пересмотреть зарплаты медицинских работников, решить проблему с нехваткой помещений, продлить срок аренды жилья для медиков с 5 до 10 лет или рассмотреть вопрос строительства в округе ведомственного жилья. Все рекомендации по итогам форума будут направлены всем заинтересованным лицам для принятия дальнейшего решения. Работу отдела по вопросам миграции проинспектировала специальная комиссия во главе с начальником полиции Олегом Яковлевым. Также в состав группы вошли представители общественного совета при ОМВД и наша съемочная группа. В первую очередь проверяющие акцентировали внимание на информационном обеспечении, наличии условий для приема граждан, обратившихся в отдел с заявлением, а также коммуникабельность сотрудников органов внутренних дел. Студент третьего курса Ненинского аграрно-экономического техникума Геннадий Вокуев в отдел обратился за получением заграничного паспорта. Этот документ юноше потребовался впервые. Через госслуги вообще никаких очередей нет. Просто оплатил госпошину, заявление оформил и все. И просто мне потом перезвонили, уточнились, все ли правильно. И все. Сказали ждать. Техникум ведет тесное международное сотрудничество. Поэтому у студентов постоянно возникает необходимость получения подобного рода документов. В том числе это различные международные конкурсы, профессиональные мастерства. В разных странах они, так я предполагаю, будут. Соответственно, мы сейчас будем со студентами также оформлять загранпаспорт и пользоваться государственной услугой. Нас очень сильно устраивает, что сегодня такая услуга появилась. Онлайн можно сделать, как уже отмечалось, это без очередей. В любое время мы садимся, даже в рамках нашего учебного процесса, после окончания занятий мы садимся, заполняем документы. То есть не надо никуда, в принципе, выходить и, соответственно, выставить какие-то очереди. Действительно, первое, что бросается в глаза – отсутствие каких-либо очередей. Граждане, пришедшие в отдел по вопросам миграции, не толпятся у дверей кабинетов в ожидании своей очереди на получение государственных услуг. На информационных стендах актуальные данные, разъяснения и требования к оформлению необходимых документов. У нас временной регламент, указан президенту, определён. Мы должны оказать госуслугу в течение 15 минут. Как у нас соблюдается на территории округа, испытываем ли мы какие-нибудь проблемы по временному параметру оказания услуг населения. Вот сейчас у нас с 9 до часа идёт приём. Граждан у нас не так много, потому что практически все уже поняли преимущество государственного портала, и поэтому люди стараются всё-таки обратиться через госпортал. Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции Ирина Ермолина провела небольшую экскурсию по кабинетам сотрудников. Сколько у нас было жалоб со стороны населения по некачественному, несвоевременному оказанию государственных услуг в течение последних полгода? Не было. Проверяющие обратили внимание на профессионализм сотрудников отдела по вопросам миграции и отметили вежливость и корректность в обращении с гражданами. У меня возникал вопрос по взаимодействию с населением, которое проживает в населённых пунктах округа, то есть в отдалении. Была раньше такая проблема при выдаче паспортов. Сейчас это успешно реализуется на базе многофункционального центра, поэтому таких проблем уже нет. И я думаю, что жалоб со стороны граждан не возникает. Кроме того, существует возможность получить государственные услуги в электронном виде. По линии информационного центра отдела ГИБДД, отдела по вопросам миграции, отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также добровольного дактилоскопирования граждан. Оплатив при этом госпошлину с 30-процентной скидкой, в частности, услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД. Скидка на госпошлину продлена до 1 января 2021 года. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Лучший кондуктор автобуса. Конкурс профессионального мастерства по таким названиям стартовал в столице Заполярья. Соревнования для работников автотранспортного предприятия проходят в несколько этапов. Теоретический и практический. За победу борются 12 сотрудников учреждения, которые трудятся в сфере обслуживания пассажиров на протяжении многих лет. Все подробности у моей коллеги Людмилы Сидейской. Сергей Парфенов в профессии чуть больше месяца, но уже сейчас говорит уверенно, что и дальше продолжит трудиться в этой сфере. От многочасовых поездок молодой человек не устает. Ему нравятся не только условия, но и постоянное общение с большим количеством пассажиров. Ну а самое важное, как и на любой работе, дружный и хороший коллектив. Поэтому на смены Сергей ходит с удовольствием. Общение с людьми, коллектив очень хороший. Ну и зарплата очень хорошая для нашего города. Но трудности есть только в уме быстро считать. Нужно как бы за 100 рублей, ну 100 дают, когда там 37, 18, 7 рублей. То есть все вместе сосчитать нужно и отдать быстро сдачу. Потому что народ ждет. Это только на первый взгляд кажется, что кондуктор – профессия несложная. На самом деле, помимо обелечивания, именно так называется процесс взымания платы за проезд, есть еще целый ряд обязанностей. Например, знать законы, на основе которых человек пользуется льготами. И, конечно, помнить правила оказания первой медицинской помощи и требования противопожарной безопасности. Кроме того, кондуктор должен всегда быть вежливым и обладать стрессоустойчивостью. В принципе, все вежливые, хорошо. В целом, неплохо, но все-таки целый день на ногах, и люди разные попадаются. Особенно, когда в час пик народу много, это очень тяжело. Все хорошо работают. Так что, не знаю, жалоб никаких следствий. Зимой очень холодно, и у всех автобусов ездят. И особенно, когда люди все одеты, проходить между рядами очень тяжело. Чтобы поднять престиж профессии, Наринмарское АТП впервые проводит конкурс мастерства «Лучший кондуктор автобуса». Участники должны показать свои знания в этой сфере деятельности, а также представить новые подходы к работе. Кондуктор, работа специфическая, действительно, на нее не идут даже при любой зарплате, мне кажется. Даже зарплата, в общем-то, не так и плоха, как говорится, но работать сюда они рвутся. Потому что нужно встать очень рано, выдержать всех пассажиров, которые они привозят сотнями. Их нужно выдержать, их характер, их настроение самой, попытаться не сорваться. Соревнования проходят в несколько этапов. Первый – голосование на сайте Наринмарского АТП, которое продлится до 15 часов 19 декабря. Всего кандидатур 12. Для того, чтобы выбрать понравившегося претендента и поддержать его, необходимо поставить галочку напротив фото. Второй и третий этапы, по результатам которых и выявят лучшего кондуктора, пройдут в середине следующей недели. Теоретические вопросы тестируем, они будут проходить. Потом практические задания, они, по-моему, два задания будут получать практических. Там отводится время на первые теоретические ответы, там, допустим, сколько дается, 15 минут, по-моему. Далее идет второе задание, практическое задание, примерно по два вопроса у них, скорее всего, будет. Звание «Лучший кондуктор автобуса» присвоят кандидату, который наберет большее количество баллов. Имя победителя назовут 20 декабря. И в завершение выпуска в этнокультурном центре заработала выставка под названием «Календарь народной куклы». Данная экспозиция – результат годовой работы участников проекта. Каждая обрядовая игрушка по-своему уникальна и несет в себе традиции народов. В этом убедилась и наша съемочная группа. Выставка «Календарь народной куклы» состоялась в рамках нового проекта «Куклы русского севера». Знакомство с традициями празднования и изготовления обрядовых игрушек прошло в этнокультурном центре декоративно-прикладного творчества и продлится до февраля. Гостям экспозиции наглядно показывают, как изготовить ту или иную куклу, а еще рассказывают о старинных праздниках, которые в наше время отмечают все реже и реже. «Посмотри, сколько кукол. И куколки все разные». Куклы имеют не только богатое материальное, но и духовное наполнение. Наши предки верили, что они могли защищать от невзгод, утешить в трудную минуту, способствовать хорошему урожаю, здоровью и благополучию членов семьи. Столбушки, крестушки, пеленашки, вербницы и масленицы – для разных регионов России каждой кукле характерен свой внешний вид. «Пока девка получается, а потом, когда выходит замуж, переворачиваешь и баба. Вот такая каргопольская двойная кукла получается. Два в одном». Изготавливали кукол из старых лоскутков, природных материалов – соломы, веточек, деревья, травы и мха. Только благодаря семейным традициям кукла дошла и до наших дней. Надежда Дуркина признается, что сегодня это ремесло снова востребовано. «Многие дети занимаются у нас робототехникой, какими-то пластмассовыми куколками, готовые Барби, и потом подражают ему. А наши русские традиции в какое-то время были не то что потеряны, а ушли на другой план. В моду вошли праздники, которые были за границей. Слава Богу, что у нас начали возрождать вот эту культуру общения, празднования». Процесс изготовления кукол – это целый ритуал. Он сопровождался в том числе театрализованными представлениями, которые особенно вызывали восторг у детей. «У них неподдельный интерес вызывал, потому что мы ходили, например, на улицу, здесь выпекали куличей из теста. Выходили на улицу, проводили обряд, пели песни, закликали, кричали, был мороз сильный. И приходили снова в избу, пили чай с этими куликами и жаворонками». В проекте «Традиционные куклы русского севера» принимали участие жители разных национальностей – ненцы, русские, коми. Это несколько десятков человек. «Очень интересный проект. В течение года мы посещали, много познакомились с кем, очень много интересного узнали о куклах». Что касается выставки, то она в первую очередь направлена на привлечение детей, чтобы в будущем они, как и наши предки, могли также передавать свои знания, сохраняя традиции и обряды спустя столетия. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска – медицинский центр «Решма». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok